всем привет благодарю как всегда всех тех кто оставляет комментарии под данными видео мне очень интересно читать эти комментарии и я знаю много нового я уже об этом говорил иногда не узнаю ничего нового как-то так как-то так скепсис мною одолевает но ничего страшного это тоже полезно тоже интересно так что милости просим пишите я совершенно почитаю и отвечу по мере сил потому что очень много действительно делал но иногда я успеваю отвечать все-таки на комментарии так что можно побеседовать поболтать обсудить что-нибудь и вообще развлечься приятно ну и благодарю конечно тех кто оказывает поддержку данному каналу используя информацию которая располагается под каждым роликом но это не главное в любом случае спасибо в любом случае это здорово приятно и обоюдно полезно я могу сказать ну а сейчас я не могу не вспомнить об одной из любимых пластинок своих об одной из об одной из пластинок которая в принципе должна быть в коллекции каждого любителя рок-музыки если он себя таковым считает если он действительно вот рок это это история это одна из самых наверное интересных ну там из из 500 самых интересных пластинок рок-музыки 20 века и гиппоп ластфу life жажда жизни записанного дэвидом боу и также как и предыдущий альбом о котором я говорил есть ролик отдельный про пластинку под названием идиот которая тоже входит список 500 обязательных пластинок в коллекции каждого кто считает себя любителем и знатоком рок-музыки 20 века хотя бы про 21 я уж молчу так вот и идиот этот самый замечательный альбом я не говорил правда немного в силу хронометража ролика но тем не менее это серьезная была запись серьезная пластинка которая оставила как говорят критики оставила след свой да след оставляет все что угодно другое дело что следы потом эти стираются стирается все люди забывают все к сожалению вообще все не просто рок-музыки пластинки а вообще всего к сожалению так устроены человечество так устроены мозги так устроена жизнь наша но тем не менее идиот имел серьезный успех и на волне этого успеха и гиппоп поехал в тур большой с материалом идиота дэвид боу и присоединился в этом туре к гиппопу играл на клавишных подпевал есть кстати пластинка записью концертов этого тура очень даже неплохая очень даже неплохая хотя запись не очень качественные но тем не менее это хороший как говорят документ эпохи хорошо все спето хорошо все сыграно здорово ну надо было продолжать был духовный подъем душевный подъем и духовный тоже в том числе такой такой был хороший сказать толчок и финансовые и творческие после идиота что буквально через полгода состоялась запись пластинки last for life там же в берлине там же под берлинской стеной в той же самой студии где и heroes были записаны дэвида боу и и бластинка идиот на ударных и на бас-гитаре играли хан сейлз и тони сейлз те самые люди которые пошли вошли в последствии в группу дэвида боу и тин машин это был период когда боу и разочаровался в том что он делал в очередной раз разочаровался в том что он делал прежде решил обновиться собрать настоящую рок-группу и это получилось две пластинки прекрасных у тин машин были выпущены но коммерческого успеха было так очень немного прямо скажем ну массовая аудитория привыкла к брендам привыкла к брендам если бренд дэвид боу и они кстати массовая аудитория будет мести все дэвида боу и а если это называется уже по другому называется тин машин хотя тот же самый автор тот же самый певец как всегда убавит другая музыка но бренд уже не тот и и и все но это можно отследить не только по музыке и по автомобилям и по одежде и почему угодно люди покупают бренды они содержание так устроен так устроена наша жизнь с этим надо смириться и с юмором к этому относиться но тем не менее пластинка записана за несколько дней я не помню за сколько то ли там за за 5 то ли за 7 в общем очень быстро все было сделано и это очень круто получилось отлично получился настоящий рок-н-ролльный по-хорошему диск и гиппопа с таким грохотом все здесь так громко так ярко так быстро так пробивно так драйвово что ну и гиппопа много пластинок хороших на самом деле есть несколько таких конечно сомнительных но хороших больше это входит в разряд хороших и может быть самых хороших во всяком случае с точки зрения коммерческого успеха она считается лучшей лучше всего продавалась единственное что подпортил немножко элвис пресли картину гиппопа потому что возьми да умри тот момент когда пластинка очень хорошо продавалась в америке раз и умер элвис пресли и тут же сказать был переиздан весь каталог пластинок элвиса пресли и продажи элвиса пресли затмили продажи пластинки и гиппопа вот такую свинью подложил знаменитый рок-н-ролльщик герою рок-н-ролла и гиппопу хотя для меня они в общем равнозначны вот такой я странный человек что для меня элвис и поп эта фигура одного порядка одного масштаба сейчас многие скажут ну совсем с ума сошел нет я не сошел с ума это я о рок-н-ролле говорю а рок-н-ролл это безумие так что я адекватен в данном случае рок-н-роллу last fly в первая вещь сразу как я и говорил бьет изо всех сил по барабанам я говорил недавно о пластинке били кабом и спектрум которая начинается с бешеных ударных и с соло на синтезаторе яна хаммера говорил про начало альбома когда начало безумное такое ударная пробивная первые две секунды сразу тебя вырубают пластинка и гиппопа вот это last fly недалеко ушла от спектрума потому что начинается с яростных барабанов прекрасно записанных громко качественно и сыграно все с таким драйвом с таким грубым извиняюсь за выражение что ну просто сметает с ног ну и песня сама с прямым рифом против которого не потрешь там можно играть пытаться играть контр мелодию там контр риф но это невозможно потому что там все прямо все прямо как шпала и в данном случае это очень здорово и вот эта жажда жизни и гиппоп веселый здоровый просветленный здесь демонстрирует но вот это веселье это не попсовое веселье не поп такой не стал он таким как музыканты группы electric light orchestra или там какой нить еще а нормальный мужчина нормальный рок-н-ролл в общем очень все мощно 16 следующий номер это практически не знаю если взять студжес и получить их звукозаписи получить их собственно говоря техники игры хотя студжес мне очень нравится студжес это очень хорошая группа одна из на самых таких вот корневых да но можно сказать что это продолжение студжес просто в другой форме немножко сделано все очень достойно сам войт сын подъезжаем к блюзовому немножко блюзовый так около блюзовый риф переходящий в героическое пение дэвид боу здесь приложил руку практически почти ко всем песням в качестве композитора и ряд песен потом исполнял уже записывал на своих альбомах что принесло и гиппопу хорошие деньги и это радостно вот somewhere сын это конечно боу здесь преобладает в качестве композитора а вот the passenger музыка который написано тоже не попом написан попом текст и спета так что эта песня осталась в веках ну и песня действительно и вот этот риф passenger и текст и как спет этот самый пассажир это ну одна из самых ярких песен рок-н-ролла наверное я много уже сказал сейчас да про это один из самых лучших дисков одна из самых лучших песен одна и на тататататат и гиппоп один из самых лучших героев там да 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 равна элвису пресли но пассажира кто только не исполнял вот принято считать что песню лестница в небо начинающие гитаристы да играют в музыкальных магазинах так вот пассажира не играет музыкальных магазинах потому что это очень простая история и люди стесняются музыкальных продавцов видеть видимо а дома на репетициях где угодно играется вовсю то есть это со одна из самых массовых таких песен но она действительно крутая она очень ломовая tonight тоже привет от дэвида боу и большой бэк-вокал боу и продюсирование боу и очень все плотно здорово ну и ту на это конечно был потом использован дэвидом боу и своих целях success немножко с юмором немножко с подколочкой ну и дэвид боу и конечно здесь тоже по фонам фундаментом таким вот выступает мощнейший там блю мне очень нравится исповедальный номер медленная медленная умная философская пьеса даже песни даже я не назову но такая размышлительная тревожная исповедальная штука и гиппопу есть о чем говорить с богом как и всем нам да и есть в чем исповедоваться очень серьезное произведение на и выход трейд исполнена гораздо злее чем потом пел эту песню дэвид боу и записывал гораздо злее гораздо яростнее гораздо ближе к студже с чем к сольным записям дэвида боу и что и хорошо потому что мы слушаем и гиппопа мы слушаем то что было накоплено в нем накоплено им пробу в работе со студже с и дух студже здесь присутствует в полный рост на этой пластинке что очень приятно фаналов видны это уже какой-то мрачные индустриальные тревожный минимализм на двух аккордах со странными клавишными со странными звуками клавишных такой вот повторяющийся повторяющаяся фраза очень тревожная и и и и очень лаконичная и так вот как это вот после веселья всего альбома а это веселье действительно веселье это настоящий рок-н-ролл это грохот драйв и хорошие мелодии и дикие вокалы гиппопа дикий совершенно неповторимый удивительный уникальный казалось бы веселье должно продолжаться но нет финал такой fall in love with me такой как это я вам покажу ребята что не все вот так вот весело и радостно как здесь на обложке сфотографировался а на самом деле я тот самый парень который играл концерты и пел с группой студжец вот он кто я такой и все это здесь продемонстрировано очень даже здорово пластинка прекрасная сотрудничество с дэвидом болви дало результаты вот такенские могу сказать это просто просто шедевр в отличие от альбома бла 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 который вышел значительно позднее тоже с дэвидом болви который изначально планировался как коммерческий и он мне очень нравился в свое время я очень его любил слушал бесчетное количество раз а потом вдруг как-то мне страшно надоел при всей моей дикой любви к и гиппопу и к дэвиду болви но слишком уж он такой какой-то не знаю даже как сказать и не скажешь что он не творческий и не скажешь что он плохо сыгран плохо спит и не скажешь что песни они интересны все правильно все все есть но какая-то пустота при этом что все орет ревет звучит синтезаторы бит мощнейший все круто но какая-то пустота real wild child песняка растиражированная в кинематографе baby baby i can't fall записанная там с реверберации со всеми делами очень красиво с повторами шейдс мрачная fire girl казалось бы хит который должен продаваться в лед isolation туда же тоже хитовая совершенно вещь cry for love уже перебор потому что fire girl isolation и cry for love подряд три абсолютно коммерческих таких хорошем смысле коммерческих это все-таки рок-н-ролл несмотря на синтезаторы несмотря на драм-машины все равно это роковая структура но как-то это перебор уже просто все вот это вот бла-бла-бла немножко освежает hideaway опять мы приходим к хитовости вот этих самых fire girl isolation cry for love winners and losers немножко как-то все-таки привет от рок-н-ролла но тем не менее пластинка все равно хорошая как все хорошая потому что даже самый плохой и гиппоп это все равно очень хороший и гиппоп а уж про этот альбом я и не говорю это действительно обязательная вещь для каждого кто любит рок-музыку по-настоящему last for life 1977 год и гиппоп пошел пить пока и гиппоп